День третий. Волонтеры по-прежнему выходят на ночные кормления и ведут подготовки. Третий день идет очистка родной земли с совместными войсками от фашистской чужбы. Ситуация по городам напряженная и страшная, но есть надежды, что линию фронта скоро отодвинут дальше. Сейчас расскажем о тех событиях и фактах, которые сообщают нам наши волонтеры. Обеспечение полноценной жизнедеятельности наших приютов сейчас наша основная задача. Далее в конце ролика будет видео со звуком, вы сможете послушать. Это у нас забор так стучит от стрельбы в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой. Женщина ночью сегодня записывала это видео. В телефоне еще не так громко, как по-живому, а так небо даже светится. Дик и Артемон в шоке, и так целый день. Они стреляют, забор стучит, а собаки гавкают, и кошмар. Уже нервы не в порядке. Бедный Артемон и так был психованный. Хотя, наверное, поэтому он и психованный за все эти годы войны. Ведь в Павлоградском было слышно хорошо и причем всегда. А Дик сильно боится, скулит постоянно, хоть он и большой, красивый овчар. И главное, их спрятать некуда. Это еще песик-ачик дома, а их деть некуда. Да, тут и дом дрожит. Когда сидит волонтер, то слышна вибрация. Главное, чтобы стекла не выпадали. Не должны, на это нужна очень мощная взрывная волна. Хотя, кто его знает, что сейчас, они разошлись. Тут дом весь, как из кордона. Бац, и рассыпется. Дом вообще полно разочарования. Нужен был кирпичный, с отоплением и подвалом выходит. Но теперь-то это Людмила Чернецкая, конечно, понимает. Но уже поздно. Жизнь у собаки-ачика пошла под откос. Старые сутки не спит. Это как видео такое было, когда японцев учили от ядерного удара под парту прятаться в школах. Или это было про китайцев. В общем и суть. Но он молодец, находит себе место. Жалко, но это забавно, конечно, выглядит. Зато девки Лиза и Лайза в полном порядке. Спят, едят, играют. И все равно. Глупышки, конечно. Ну и хорошо, если так. Если они никак не реагируют на это все. Нас бьют. На кормюшке вчера вечером хозяйка домашнего мини-приюта Рыжий Кот под обстрел попала. Один снаряд впереди нее лег. Два или три сзади. На расстоянии рванули. Что-то очень тяжелое. Сто пятьдесят второй миллиметр, наверное. Военных нет. Всех вывели. Поселок был без защиты. Мы сразу говорили Марине Сениной, что на время нужно прекратить эти ночные кормежки. Ведь жизнь-то одна. Но они ждали. Бежали за велосипедом. Голодные. Кашу просто хватали на лету. Надоели. Опять на присядке с утра бегаем. Как влупили. Главное неожиданно. С бодрым утром называется. Пять дней нет воды. Стоят километровые очереди. Ждут воду. Это симашка и текстильщик. Так на каждом пункте, где продавали воду. Аккупационный Донецк. Как они говорят, так выглядит. Поехала бочка с водой. Но она маленькая. Воду отключили совсем, говорят. Украина перекрыла. Рассказывает Марина Сенина и показывает соответствующие фото. Эти фото сейчас вам объясню. К обстрелу готовы. Сказали, градами будут лупить. Вроде разведка донесла такую информацию. Бегает Марина Сенина. Окна загораживают. Как это дело в 2015 году. Если бы все были такими организованными, как хозяйка Рыжего Кота, наверное, и не было бы войны. Продолжение следует...